Добрый день! Наверное, всем знакомо такое настроение. Уныние, тоска. Есть отличное подзабытое слово. Хандра. Хочется надеть худи, причем непременно с капюшоном, и согреться немного. Впрочем, я себе не позволяю капюшон даже на улице. Люди шарахаются. К сожалению, такое настроение зачастую вызвано не только и не столько ненастной погодой. Тем не менее, надо выходить. Мы, как всегда, советуем для этого почитать. Причем книгу оригинальную, яркую, красочную. И именно о такой книге пойдет речь. О книге испанской писательницы Лена Армас. Испанский любовный обман. Даже по-английски название, по-моему, звучит интересно. Spanish Love Deception. А уж по-русски хочется сказать любовный роман, но нет, любовный обман. Забегая чуть вперед, я упомяну, что переводчица этой книги, человек очень серьезный, не какая-нибудь там безбашенная девица, сказала, что эта книга заставила ее установить ТикТок. Да одно это только заставило меня ознакомиться с такой книгой. Впрочем, подробности расскажет вам прекрасная переводчица, разумеется, участница школы, Елена Парахневич. Елена, тоже кандидат в логических наук, доцент Волгоградского государственного университета. Ну, Елена удивительный человек вдвойне, она прекрасно систематизирована, она очень организована, очень ответственна. Я знаю, что слово усидчиво. Хотите такое, нет? Систематизировано и усидчиво, мне очень нравится. Вы знаете, преподаватель вуза, вряд ли можно назвать его усидчивым, он должен скорее устойчивым быть. Да, ну да, это верно. Вот, и Клайва Льюиса, ее любимый автор, который нам известен по Нарнии, ну и по многим другим книжкам. Многие другие книжки, конечно, в ее активе есть, замечательный переводчик. Плохих у нас нет. Маленькое отступление. Примерно два года назад школу перевода пригласили принять участие в популярной телеигре «Столько одному». Приехали наши переводчики из Саратова, из Волгограда, из Тулы, а московские участники школы за нас болели в зале. И здесь как раз вы видите кадры, когда я представляю Елену Парахневич, а рядом с ней вы видите и тех, кто уже выступал, например, Дарью Целовальникову в наших выпусках, и тех, кто еще будет рассказывать о своих книгах. Так что, если будет интересно, вы можете взглянуть на всю игру. Ссылочку я оставлю внизу экрана. Судьба нас тогда свела с командой под названием «Не подведи маму». И когда в конце игры мы одержали убедительную победу, и настало время прощаться с соперниками, я с искренним теплом пожал руку капитану противоположной команды, однако не удержался и шепнул «Маму все-таки подвели». Здравствуйте. Меня зовут Елена Парахневич, я переводчик. Со школы Владимира Баканова я сотрудничаю с 2014 года, была победителем в 26-м конкурсе. Причем это была первая попытка участия в конкурсе, и победа стала для меня большим сюрпризом, поскольку, признаюсь, что профессионального образования как лингвист я не имею. Я закончила филфак. Впрочем, моя основная работа так или иначе связана с созданием текстов, с их редактурой. Я много лет преподаю в них с детьми, но в том же филфаке, поэтому, в общем-то, сфера мне близка. За время сотрудничества со школой я перевела два с половиной десятка книг самых разных жанров. Была классика, был нонфикшн, была массовая литература, детективы, триллеры, любовные романы. Я хотела бы рассказать сегодня о последней работе. Это книга за авторством Елены Армас. Елена Армас – писательница испанского происхождения. Для нее это первый опыт в большой литературе, и, надо сказать, опыт весьма и весьма успешный. Книга «This Punished Love Deception» или в черном варианте название «Испанский любовный роман», уж не знаю, какой вариант у нас предпочит в наше издательство. Эта книга получила несколько наград. Она стала интернациональным бестселлером, была переведена на 25 языков, и, более того, автор недавно продала права на экранизацию. То есть, скорее всего, мы на экранах скоро увидим эту романтическую комедию. Значит, что я могу сказать про книгу как переводчик? Сейчас расскажу, наверное, очень неожиданную фразу. Конечно, эта книга заставила меня установить ТикТок. А на этом стоят два вопроса. При чем тут вообще ТикТок, и зачем мне это было надо? Начну я сдалека. Значит, автор, подчеркну, не персональный литератор. Но она долгое время вела книжный блог. Она выкладывала обзоры, выкладывала рецензии на книжные новинки. За это время она успела обрасти некоторым количеством подписчиков, которые, конечно же, встретили ее творчество на ура. Книга стала популярной во многом именно их стараниями. Вообще, в ТикТоке можно выделить раздел BookTalk. То есть, это место, где пользователи выкладывают под соответствующими хэштегами посты. Какие-то коротенькие видео со своими впечатлениями, эмоциями, мыслями после прочтения книг. Конечно, издатели не могли обойти вот это явление стороной. Ведь, во-первых, здесь можно найти каких-то популярных сетевых авторов. И, соответственно, предложить им издаться. А с другой стороны, это идеальная площадка для маркетинга, для продаж. Поэтому на многих современных бестселлерах можно встретить наклейку BookTalksization. То есть, роман Елена Армас именно из таких. А вот под хэштегом Елена Армас, или по названию книги, или по именам героев, можно найти где-то 15 миллионов постов. Сущая мелочь. Конечно, я смотрела далеко не все 15 миллионов. Тем более, что у нас сейчас Туск ТикТок несколько затруднён. Поэтому приходилось и схифряться. Но с некоторым количеством всё-таки ознакомилась. То есть, зачем мне это было нужно? Ну, во-первых, самое простое. В многих постах у нас присутствует визуализация персонажей. То есть, читатели подбирают картинки с героями, с актёрами подходящего типажа. Кстати, вот особенность Елена Армас, у неё описание внешности довольно скудное. То есть, какие-то детальки разбросаны по тексту. Упоминается то цвет волос, то форма подбородка, то ширина плеч. Но это буквально по всему тексту рассеяно. И переводчик во время работы над книгой держит в голове картинку. У него складывается своё представление о персонажах. И было бы хорошо, если бы эта картинка всё-таки совпадала с тем, какими этих героев видит читатель. Особенно это важно для второстепенных персонажей. Например, вот у героини есть подруга, её внешность подробно не описывается. Ну, буквально там одна-две детали. И вот оказалось, что я её представляла совершенно другой. Не так, как читателя. Ну, в общем, может быть, это мелочи, конечно же. Но главное, наверное, в другом. Главное в том, что TikTok позволил мне иначе вернуть на читателя. Нарисовать в голове и у собирательного образа. Когда мы работаем над текстом, то очень важно понимать, для кого же, собственно, мы этот текст пишем. Неважно, перевод это, собственное литературное сочинение, журналистская статья или что-то другое. Очень важно понимать, кому этот текст адресован. И вообще в науке есть понятие «экстролингвистический фактор». То есть, когда исследователи изучают, в каких условиях создается произведение, в какой-то стране был автор, в каком у него семейном положении, с кем он общался и так далее. Может учитываться даже экономическая или политическая ситуация в регионе. А вот когда я изучала TikTok, это позволило мне понять, кому, собственно, адресована эта книга. Ведь, в конце концов, условная 40-летняя домохозяйка, классическое представление о читателе любовного романа, и 20-летняя дива, ну, как у нас считается основной пользователь TikTok, они живут разными культурными ценностями. Они росли на разных фильмах, они росли на разной музыке, они росли вообще в разных условиях. И для привычек это тоже важно. Например, если у нас в тексте упоминается какой-то актер или певец, то стоит ли делать на него ссылку, насколько подробной должна быть эта ссылка. Надо ли делать акцент на какой-то скрытой отсылке старому фильму. Ну, например, в книге пару раз, вот, мельком, совершенно из подволь фона, у меня это сериал «Друзья». Когда-то он был культовым. И у нас часть сюжета происходит в Нью-Йорке, там это, в общем-то, тоже заметный феномен. А вот нынешние 20-летние российские читатели этот сериал практически не знают. В лучшем случае, по названию. Поэтому здесь тоже стоит вопрос, насколько старательно нужно вплетать эту цитату, если она выбивается из контекста, если она выбивается из фона, и разглядят ли её вообще наши читатели. То есть, иными словами, TikTok позволил понять те культурные мемы, которые для читателя важны. Ну, и ещё один момент, тоже, может быть, не самый принципиальный. А вот в пользовательских видео из TikTok, как правило, у нас упоминаются какие-то цитаты из произведения. Это могут быть короткие фразы, реплики из диалогов, которые вызвали у читателя наибольшие эмоции, которые тронули его до глубины души. То есть, по сути, это такие маленькие кульминации из каждой главы. То есть, вот она шутка, которая заинтересовала читателя. Вот оно, ключевое признание героя, которое заставило плакать, пробило на слезу. То есть, моя задача как переводчика в данном случае передать эти фразы на русском языке максимально естественно, по возможности, чтобы они тоже прозвучали ярко, чтобы их тоже цитировали. И вдобавок сделать так, чтобы они звучали, будучи вырванными из контекста, что тоже в каждом отдельном случае всё-таки может быть непростой задачей. Ну, насколько это удалось, судить, конечно же, вам. Поэтому у меня всё. Спасибо. До свидания. Кстати, книга «Гелена Армас. Испанский любовный обман» пользуется таким успехом, что, скажу вам по секрету, сейчас у нас в работе находится уже второй роман этого автора. Позволю себе немного отойти от темы. В своём рассказе Гелена Парахневич поднимает много серьёзных вопросов. Вот, к примеру, что делать переводчику, а проблема переводчика – это и проблема читателя, потому что, если вдуматься, вы читаете, собственно, слова, рождённые сердцем и головой переводчика. И, по большому счёту, я бы ставил фамилию переводчика на обложку переведённой книги. Ну, не суть. В данном случае не суть. Итак, что делать переводчику, если он встречается с яркой ключевой фразой, прекрасной, известной в предыдущем поколении и сейчас забытой. По своему опыту скажу, вот, есть такой, когда-то знаменитый роман Дугласа Адамса «Путеводитель по галактике» в предстательном переводе Владимира Баканова. И он родил фразу, которая зашлась повсеместно. «И спасибо за рыбу». Кстати, фраза универсального спектра применения, она была известна всем. Что она говорит нынешнему поколению? «И спасибо за рыбу». Ничего. Или другой вопрос. Что делать переводчику с какими-то неизвестными реалиями? Насколько долгие и нудные давать объяснения? Классический пример, наверное, широко всем известный, это перевод Риты Райт-Ковалёвой из Селинджера, где говорится о девушке, которая питалась исключительно в переводе сырниками и колой, а в оригинале чизбургерами. Что делать переводчице, которая, допустим, даже знает за своим железным занавесом о существовании американского Макдоналдса совершенно неизвестному советскому читателю? Насколько серьезно и давать сноски, что это существует такая сеть быстрого питания, что это один из пунктов меню. И все равно читатель, который не знаком с этим явлением, и явлением Макдоналдса, никогда не поймет популярность того же самого чизбургера. Кстати, в современном наследнике Макдоналдса, не могу не отметить, заходил, конечно, ради интереса, обнаружил там в меню такие пункты, как Big Special, но ни один переводчик бы не позволил такое сделать. Это же не выговоришь, я бы сказал, большой особый. Но мы отвлеклись. Это примеры, которые надо решить для себя, можно ли дать замену вместо чизбургера написать сырник. По-моему, можно. А что делать с экстралингвистическим фактором? То есть, где и когда жил писатель, что он ел, что пил, с кем встречался? Знаете, существуют даже целые курсы, как правило, платные. Как правильно понять произведения? Нужны ли они для удовольствия от прочтения? Ну, вот, к примеру, все читали «12 стульев» Ильфа и Петрова. Если помните, там выведен такой нагло молодой человек, Ляпис Трубецкой, который норовил продавать свои трафаретные стихотворения про Гаврилу. Служил Гаврила, и у Ляписа была подруга с экзотическим именем Хина Чляк. Так вот, поздние литературоведы считают, многие из них, по крайней мере, что под Ляписом Трубецким писатели вывели Владимира Маяковского. Недолюбливали они его. Это, кстати, часто бывает, писатели не всегда любят друг друга. Почему Владимира Маяковского? Потому что у него была подруга Лилия Брик. Любопытный факт. Но изменит ли он ваше мнение о романе? Усилит ли удовольствие от прочтения? Сомневаюсь. Хочу обратиться к вам с просьбой. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, достаточно ли нам в своих роликах ограничиваться рекомендацией конкретной книги. Короткий ролик, ясный и понятный. Или, скажем, делать можно небольшие отступления и поднимать некоторые вопросы перевода. Ну, те же самые ключевые фразы, те же самые сноски, я не знаю. А связи музыки и литературы, музыки и вдохновения. Вот, к примеру, у меня музыка часто вдохновляет, заставляет менять настроение. И, по-моему, Григо или Болеро, я, к примеру, люблю Кая Метова, потому что его незамысловатый ритм, главное, не слушать слова, он заставляет меня как-то организовываться, он меня собирает. Кстати, еще одна загадка, если хотите, в завершение, просто для отдыха, для развлечения, для творческого мышления, есть замечательный исполнитель Кай Метов. Ну, был, скажем. Сейчас, в последнее время его не слышно. Так вот, вопрос, как должны звать подругу Кая Метова? Пожалуйста, тоже сообщите в комментариях, очень любопытно. Ну, а пока мы завершаем разговор о замечательной книге Лены Армас «Испанский любовный обман» в переводе. Замечательная же переводчица, участница школы Елена Приорхневич, которая выполнила его для издательства «Эксмо». И будем искать следующие книги, которыми, надеюсь, вас удивим и заинтересуем. Всего доброго! Продолжение следует...